Продолжение следует... Не пришло еще время сдавать в архив, ставить на дальнюю полку великую дидактику Великого Каменского, но совершенно очевидно, что есть два взаимосвязанных вызова, два взаимосвязанных посыла, которые сегодня заставляют нас говорить о новой дидактике. С одной стороны, все более активно врывающаяся в нашу жизнь цифровизация, с другой, и дело не только в цифровизации, сегодня приходит понимание того, что новые образовательные результаты, которые заявлены и университетскими стандартами, стандартами педагогического образования, стандартами школьного образования, не могут быть обеспечены нашими традиционными практиками, классно-урочной системой обучения в школе, элекционно-семинарскими занятиями в университете. Для нас принципиально важно, чтобы обновлялось прежде всего в плане своих технологий педагогическое образование, потому что те технологии, которые мы используем при подготовке будущих учителей, нашими выпускниками, нашими питомцами, неизбежно будут транслироваться и тиражироваться в их школьных практиках. Поэтому мы собираем по крупицам эти образцы новой дидактики, и именно в этом задача нашего проекта Межвузовский исследовательский центр «Новая дидактика». Мне очень приятно, что сегодня наш гость, по сути, это наша хозяйка, руководитель проекта, руководитель ФУМО, директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Елена Ивановна Казакова. Елена Ивановна, как всегда, с нетерпением ждем Вашего выступления, и я с удовольствием передаю Вам слово. — Большое спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, большое спасибо Вам, что собрались в эти завершающие предновогодние дни. Я абсолютно точно знаю, что самое главное, что мы должны сделать в эти дни, это подумать о празднике для своих родных, для своих близких, для пожилых и для маленьких. Я очень надеюсь, что Вы полны эти дни. Вот этот тезис для меня является важным. Мы называем эту модель личностно-развивающего образования, реализуемую в наше время персонализацией, просто потому, что термин персонализация для подобного рода процессов принимается в международной практике. Но мы отдаем себе отчет, что персона — это личность. Правда, здесь тоже есть некоторые нюансы, связанные с…